Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, обзор витрин, посмотрим, что модно и самое главное, как нам это предлагают красиво носить и сочетать. Совершенно точно в этом видео будет понятно, ясно, что в моде жилеты. Их нам предлагают носить на голое тело, и на мой взгляд это будет наиболее красивый вариант. Я уже показывала, как можно добавить небольшой топ, который позволит закрыть глубину проймы, либо глубину декольте. Также жилеты, которые не прилегают, предлагают нам носить поверх футболок с коротким рукавом. Еще один пример, как тренд может адаптироваться. Перед нами костюм, он выполнен из ткани с атласным блеском, при этом все-таки он меньше похож на пижаму, чем обычно бывают похожи подобные комплекты за счет зауженных брюк и за счет того, что нет отложного воротничка на рубашке-блузе. Импровизация на тему ортопедических сандалей до сих пор популярна. Признаться, у нас сегодня очень тепло, и многие действительно надели летнюю обувь, в том числе и подобные сандали а-ля ортопедические, украшенные, конечно же, стразами. В Италии очень любят все, что блестит и переливается. Я вам показывала уже такой способ закрывать декольте. Кстати, этот способ также нужен, если вдруг вам нужна летняя многослойность, когда непонятно, то жарко, то холодно. В Италии огромный ассортимент и выбор летних шарфов и летних палантинов. Люрекс любим в Италии круглогодично. Действительно, очень красиво смотрится все, что может блестеть и переливаться. Единственное, что люрекс, безусловно, нить, которая позволяет тканям быть более плотными и, скажем так, не дышащими. Поэтому, скорее, это ткани, которые не предусмотрены для жаркой погоды, несмотря на то, что очень часто люрексную нить добавляют, например, в такие изделия, как топы на тонких бретельках. Это платье мне очень понравилось, его цена меня искренне удивила. Оно стоит 3300 евро, но выполнено очень красиво. Видно, что очень качественное тонкое кружево, очень тонкая работа по нашивке кружева. Очень модная вещь, но цена действительно не то, что кусается, а просто даже близко к себе не подпускает. На мой взгляд, Prada сейчас самая модная марка. Они действительно придерживаются политики, когда даже если захочешь что-то купить, свой размер будет найти очень сложно. Это касается как одежды, это касается в том числе обуви. Насчет аксессуаров сказать не могу. Действительно, одежда этой марки смотрится актуально, модно и, самое главное, уместно в условиях города. Прокомментирую балетки от Louis Vuitton. У меня было две пары. Одна носилась исключительно хорошо и была, кстати, текстильная. Я очень жалела, что сносила те балетки. Они были удобные, красивые и больше их не перевыпустили. Одни были кожаными и кожаные потеряли форму очень быстро и при этом также не были удобны в носке. Поэтому вот такая неоднозначная рецензия на обувь от Louis Vuitton. Безусловная отсылка к Mio Mio и цитата тренда, который, на мой взгляд, не приживется. Этот тренд я называю пояс с большими объемными накладными карманами. Здесь важно не то, что они накладные, а важно то, что они к тому же и объемные. Такая юбка является горячим трендом сезона от Mio Mio. Другие марки представили более адаптированный вариант, который, кстати, тоже смотрится очень смело. Недавно я вам рассказывала про платья в драпировках. Подобное платье есть у марки PINCO. И многие марки, такие как PINCO, PATRICIA PEPPE, представили драпированные платья. Посмотрите, какая интересная длина. Она не актуальная. Середина колена, либо чуть ниже. Могу сказать, что подобные платья актуально будут смотреться с городскими шлепками, либо саба. Наверное, это единственная обувь, с которыми такие платья в такой немодной длине будут смотреться актуально и интересно в этом сезоне. Брючные костюмы ярких цветов все-таки наиболее популярны. Они вытеснили только начавшие появляться брючные костюмы в пастельных оттенках. Безусловно, брючный костюм яркого цвета послужит вам несколько дольше и будет универсальным. Брюки яркого цвета прекрасно смотрятся с любым верхом, в особенности с белым, если говорить о летнем сезоне и о брючных костюмах, которые выполнены изо льна, хлопка, либо летней вискозы. Также пиджак яркого цвета всегда будет отлично смотреться с любого цвета денимом. Иными словами, ваши любимые джинсы любого цвета, ваша любимая джинсовая юбка любого фасона и длины будут прекрасно сочетаться с пиджаком яркого цвета. Перед нами витрины марки Луиза Спанелли. Я уже показывала белые блузы с широкими рукавами. В этом сезоне они здесь шикарны. И здесь также есть очень красивые жилеты. Я их не примеряла, но есть у меня ощущение, что их можно носить на голое тело. Кстати, марка Луиза Спанелли одна из тех марок, которые всегда сочетают фурнитуру по цвету, также как и Макс Мара. Очень необычное, на мой взгляд, красивое платье. По всей видимости, эта марка Боттега Венета сейчас очень сложно нас удивить кроем, потому что действительно не предлагают какой-то интересный крой, интересные изделия. Это платье мне понравилось, поскольку обувь от Боттега Венета, подозреваю, что и платье тоже от этой марки. Сумки. Здесь тоже нас сложно чем-то удивить, но я заметила, что вот такие сумки, я их называю сумки по форме небольшого бумажного пакета, стали появляться, стали популярны, представлены, как правило, в неклассических цветах. Это сумка от марки Клоя и подобные сумки, подобного, хотела сказать, фасона. Подобные формы, конечно же, я недавно показывала, в том числе и в Zara. Именно вот такая чистота встречаемости этих сумок навела меня на мысль, что это нечто новое, если говорить о форме современной сумки. Посмотрим, как будет дальше. Очень много льна, посмотрите на этот комплект. Думаю, стоимость блузы и также шорт составит более 2000 евро. Подозреваю, и, скорее всего, я права. Но силуэтно этот образ очень простой. В целом можно взять любые бермуды, подходящие нам по фасону, и носить их с рубашкой. Мы получим вот такой силуэтный образ, который нам предлагает марка Клое. Льна очень много, лен появился в большом количестве. Вообще, лен, это, опять же, предвестник хорошей, долгожданной и устойчивой жаркой погоды. Если выбираете себе льняной пиджак, либо льняной жилет, хотя он может быть из хлопка, обратите внимание на пуговицы. Лучше, чтобы они были вот такие, что называется разнообразные, содержали в себе несколько цветов. Такие пуговицы не будут слишком выделяться на белом фоне и не будут диктовать и определять слишком прямолинейно всю последующую пластиковую фурнитуру, которую мы используем в аутфите. Как правило, это очки. Становится тепло и становится очень много черно-белого принта. Это может быть любимая в Италии полоска. Она очень популярна. Это может быть горох. Менее популярен, но тоже встречается в этом сезоне. Вообще, черно-белый принт смотрится всегда эффектно и красиво. И появляется он из сезона в сезон, сколько я веду канал и обозреваю витрины. Многоярусные платья с фронтальной застежкой также не являются новостью и новшеством этого сезона. Они широко представлены практически в любой марке. В летних коллекциях вы такие платья найдете. А вот что действительно интересно, это такие укороченные топы. Это, безусловно, отсылка к нулевым. Посмотрите, они очень сильно облегают, как будто бы маловаты в плечах, и они укороченные. На мой взгляд, это тоже зарождающийся тренд. Вообще, могу сказать, обозревая витрины, я заметила, что тренды просто так и из ниоткуда не появляются. Очень многое из того, что смотрится трендово здесь и сейчас, мы с вами видели примерно два года назад. Совершенно точно подобные укороченные топы будут переживать свою очередную популярность. Если вам нравится итальянская мода, вы наверняка заметили, что самый популярный, либо один из самых популярных летних цветов – это черный цвет. Чем его больше на теле, тем лучше. Это значит, что можно полностью с головы до ног облачиться в черную одежду и черную обувь. Это значит, что если сарафан на тонких бретелях, то максимально длинный и полностью черный. В Италии очень любят черный цвет летом, а светлые оттенки зимой. Действительно, нужно сказать, что черный цвет с загаром смотрится потрясающе. Так же, как и зимние ансамбли, составленные из светлой одежды, светлого первого слоя, светлой верхней одежды, смотрятся также очень красиво и изысканно. Беспроигрышное сочетание достаточно темного денима и чего-то белого. На месте чего-то белого может быть футболка, майка, очень модная в этом сезоне, конечно же, блуза, либо просто белая рубашка. Готовая формула, когда не знаешь, что надеть, но хочется выглядеть хорошо и уместно абсолютно в любых обстоятельствах. Джинсы плюс что-то белое. При этом важно понимать, что чем темнее деним, тем более эффектен образ. К этим образом, к этой формуле не совсем подойдет разбеленный и более актуальный в этом сезоне деним. Посмотрите, как много брючных костюмов яркого цвета, либо приглушенных оттенков. Я всем рекомендую обзавестись брючным костюмом. У меня есть подобный желтого цвета. Ношу с удовольствием, хотя, возможно, ни разу себя еще в нем не снимала, не фотографировала. Внимание на рукав! В этом сезоне рукав на блузках, а также платьях выглядит именно так. Он достаточно широкий, а снизу присборен. Сегодня я обратила внимание на свои босоножки. Они у меня уже не первый сезон. Возможно, это второе лето, когда я их ношу. Раньше подобный мыс казался мне слишком квадратным. Это я о том, что тенденции просто так не появляются. В этом сезоне этот мыс смотрится наиболее актуально, уместно и подобные обуви с квадратным мысом очень много. На второе место по распространенности можно поставить очень острый мыс, когда обувь совершенно открытая. Это прямо-таки босоножки на двух ремешках и очень острый мыс. Ходить такой обуви не очень удобно. Для широкой стопы эта обувь также не подходит, потому что часть стопы оказывается вне твоей обуви. А если она все-таки внутри, то обувь слишком длинная. Поэтому квадратный мыс, на мой взгляд, для города наиболее желателен и смотрится актуально и в носке более удобен. Я не показываю сейчас стритстайл, но могу сказать, что белые брюки активно присутствуют на улицах итальянских городов. Их также очень много в витринах. Они по-прежнему популярны, по-прежнему, по всей видимости, легко продаются и легко и быстро покупаются. Вот такие платья стоимости в 1000 евро. Кстати, по этим платьям я заметила, что цены на одежду все-таки выросли. Такие платья стоили примерно пару сезонов назад 800 евро. Никогда цена не переходила предел 1000 евро. В этом сезоне эти платья повсеместно представлены за 1000 евро. Вот, кстати, снова драпировки. Это марка Pinko, которая представила очень интересные платья в этом сезоне с драпировками. Повторюсь, для некоторых фигур такие платья могут быть просто находкой. Интересная и легкая к повторению формула. Полностью белый аутфит, не обязательно брючный костюм. Это могут быть длинные брюки, расслабленная блуза плюс акцентная обувь. Всегда смотрится красиво и очень легко повторить. Ну что ж, мои прекрасные зрители, с каждым днем становится все жарче и жарче. По всей видимости, нас ждут сарафаны и платья в пол ярких цветов. Говорить о том, чтобы платья как-то изменились, кроме своей длины, в этом сезоне не стоит. В целом, примерно все это мы уже с вами видели и, возможно, даже носили. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на этом мне остается с вами только попрощаться. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и вдохновляющим. Мы же с вами увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok